всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале о вязании сегодняшнем видео я хотела бы познакомиться с вами лицом к лицу и рассказать о том как я пришла к своему хобби вязание вязать я научилась давно еще наверное до школы меня научила моя мама конечно она не была профессионалом вязании но такие азы как лицевая изнаночная платочная вязка она меня научила и желание вязать у меня в принципе возникло уже в тот момент я пыталась что-то вязала какие-то маленькие изделия сначала потом захотела уже став постарше захотела вязать плечевые изделия но может быть кто-то помнит постсоветские времена когда из пряжи был только либо акрил либо грубая шерсть и смешно про инструмент даже никто вообще тогда не думал по крайней мере у нас моя мама вязала толстые носки шерстяные и тонкие плечевые изделия на одном номере спиц это был по моему двойка или два с половиной представляете что такое было она даже мне кажется и не подозревала что разную толщину пляже нужно вязать на разных спицах и помимо этого я все-таки пыталась тогда помню вязать плечевые изделия даже некоторые у меня получались я их носила какое-то время конечно я вам сейчас их не покажу они уже давно утилизированы но еще что у меня тогда как бы отталкивала от вязания хоть не это и нравилось это недостаточная информативность сейчас мы можем зайти в youtube посмотреть любой мастер-класс практически любой любое писание на изделие очень много всяких обзоров пряжи снимается инструментов и как бы пожалуйста и сейчас не вяжет только мне кажется ленивый или кому это не нравится вот а тогда с информацией было скажем так проблема можно было найти книги о вязании журналы но даже вот когда допустим были книги у меня есть одна книга я даже не знаю можно нет ее показывать связи вот со всеми запретами там авторскими правами и так далее общем вот книга вязание на спицах автором распутина если честно вот я такую литературу не люблю именно может быть того времени сейчас я не знаю как это все пишут но здесь вообще информация не раскрыта то есть дан четкий алгоритм допустим как связать реглан сверху вниз и даны сразу уже примеры и расчет на среднестатистический реглан но все мы понимаем что фигуры у нас разные и у кого-то этот реглан хорошо сядет а у кого-то он вообще не пойдет естественно нужен индивидуальный подход но здесь об этом вообще ничего не написано не объяснено почему такие расчеты откуда они взяты то есть вот это очень мне не нравится если я не понимаю что из чего истекает то я вообще ничего не понимаю как говорится и конечно вот эти вот все нюансы непонятный состав пляжи неизвестные спицы непонятно объяснение расчеты все это конечно отбивала аппетит к вязанию но в то время я еще пользовалась всем известными журналами о вязании в этих журналах как известно многим даны модели под определенную пряжу с определенным метражом да то есть чтобы попасть в плотность того описания которое мне хотелось бы воплотить в жизнь это нужно чтобы было чтобы очень повезло и зачастую этого не выходил иногда все-таки случалось я попадал в плотности модель не нравилось и я вязала и носила вещь это было очень редко аксессуары я вообще не очень любила раньше вязать у меня мама всегда вязала носки там варежки шарфы а я как-то к этому вообще холодно относилась до недавнего времени совсем недавно буквально вот в том году мне очень понравилось вязать аксессуары особенно теперь когда ты понимаешь и состав пряжи и для чего и в какой период лучше употребить ту или иную пряжу и сейчас такое разнообразие моделей в общем мне понравилось вязать и шапки и варежки перчатки я вязала и носки вот к носкам вообще отдельная тема до недавнего времени носки считались у нас это только вот там в лес на рыбалку валенки а сейчас когда появилась такая тонкая шерстяная носочная пряжа у меня даже все домашние полюбили эти носки мы их одеваем в обычную обувь потому что получаются тоненькие красивые носочки с удовольствием и все носим такие носочки я их вижу постоянно а сейчас когда я вам немножко рассказала про свою историю вязания я хочу вам показать некоторые свои вязаные изделия на данный момент для этого мы с вами перейдем к столу я немножко о них вам расскажу сейчас на столе я вам хочу показать изделия которые ну не все изделия которые я связала но которые у меня есть возможность показать которые в наличии или которые не сильно заношены значит начнем с аксессуаров в прошлом году у меня связались а несколько детских шапок несколько взрослых вот начнем с этой шапочки это шапочка связана из пряжи ализе сейчас я вам даже покажу эту пряжу ализе ванна гол плюс это толстая пряжа полушерстяная значит ее состав 51 процентов акрил 49 шерсть этот свет 200 и метраж на 100 грамм 140 метров вязала я эту шапочку в одну нить связала с удлиненной макушкой его сделал вот такое интересное закрытие вот если она в расправленном виде такая вот но я ее за нашу с подгибом не так больше нравится но на очень холодную погоду она проживает вот такая шапочка связалась значит еще связала я себе шапочку из пряжи пух норки самой пряжи вот именно вот такого цвета у меня нет ну ношу я за душа пачку с дорожкой вот она двойная вини как бы вот раскладывать дорожки вот двойная очень теплая вот она ведра вообще не продувается в ней очень тепло я ее ношу с дорожкой немного сзади подгибаю связано вот из такой вот пряжи с такой этикеткой синенькой мне понравилась пряжа во первых она мягкая мне она вообще совершенно не колючая приятно с ней работать она лезет при вязании маленько лезет но знаете совсем не критично я вам покажу в следующие аксессуары вы поймете что вернее не поймете а я вам скажу что вот это пряжа по сравнению с той можно сказать почти не лезет значит на шапках я еще пока не закончила но хочу показать вам перчатки которые я связала вот они связаны из пряжи ангора у меня не осталось а самой пряжи этикетку я вам покажу вот такая вот rabbit ангора булси пряжа значит здесь состав 70 процентов пух кролика и 30 процентов нейрон 160 метров 25 граммах я вязала в две ниточки и мне хватило двух мотков на пару перчаток они теплые мягкие очень мягкие вот даже я бы сказала что пух норки может быть не такой мягкий как вот это ангора но они лезут и они лезут до сих пор то есть я их стирала уже не один раз и ношу постоянно и они лезут как бы маленько начинают закатываться ну естественно это перчатки но я думаю на сезон на сезон как раз и хватит вот мне в принципе понравилось и это пряжа но вязать какое-то плечевое изделие из этой пряжи я скорее всего не стану потому что очень сильно видит это будет все ворота вот значит продолжим с шапочками значит связала я дочери прошлом году век весне вот эту вот шапочку кота шапку и она ее очень хорошо носила и осенью этой носила вот таким вот узором вязала я ее из пряжи на к бамбина марвел это детская серия значит здесь состав 25 процентов шерсть 75 акрил цвет 9007 метраж 50 граммов 130 метров я вязала две нитки в общем то мне очень понравилось по мастер-классу если кого интересует пишите я вам оставлю ссылочку мне очень понравилось как это связалась шапка как она носится у нас я думаю мы еще ее весной поносим следующую еще шапочку дочери я связала на зиму вот такую вот связана теневым теневой косой шапочка из пряжи так сейчас я вам покажу вот цвета цвет другой но вот такая вот пряжа нато супер экселлен если я правильно читаю значит ее состав 49 процентов шерсть 51 процент акрила вот цвет цвет я вам а вот у меня есть этикеточка вот это от этого цвета если кого интересует от серого значит здесь цвет 41 36 100 граммах 228 метров я вязала ее в две нити две нити вязала эту шапочку и еще у меня здесь к ней связан подклад а вот подклад вот не осталась эта пряжа значит это ализе baby best очень мягкая пряжа мне так понравилась она вот действительно для детей здесь состав 90 процентов акрилы 10 процентов бамбук вот на какие-то подклады или на весенние тоненькие шапочки то просто мне кажется идеально вот пряжа значит свет у нее 224 но он конечно отличается немножко от этого цвета но тем не менее подходит и метраж 100 граммах 240 метров на спицах 4 от 4 до 5 предлагают вязать я думаю здесь не нужны такие подробности на каких спицах вязала я значит вот такая шапочка еще у меня была связана еще одна шапочка на зиму это не на морозы скажем так не на совсем такие холода я думаю до минус 15 и вот как бы в ней нормально комфортно ходить и еще я подумала что ребенку нужны нужна шапка на морозы я отправилась посмотреть в магазине у нас вот такая теплая хорошая шапка стала мала и в магазинах вот именно с флисовым подкладником я хотела и в магазинах такие шапочки они вот на ощупь связаны и закрыла ну что же это за шапка такая закрыла связана я думаю нет я свяжу сама я связала ей шапку из смеси пряж значит для этого я взяла две пряжи нет нету извиняюсь для этого я и связала я ей шапку я вам ставлю фотографию значит вот из пряжи смесь пряжи ласковое детство и вот сиам ауру такая такие пряжи значит это были у меня ласковое детство это у нас стопроцентный меринос 50 граммов 225 метров я вязала в две нити брала вот эту пряжу и одну нить вот этой было это у нас состав 70 процентов суре альпака и 30 процентов поляне я подумала что это пряжа придаст немного пушистости шапочки как бы и все-таки альпака она теплая ну конечно ниточка очень тоненько очень 225 метров 25 граммах ну в общем мне очень понравилось что получилось и я сшила в ту шапочку сама флисовый подклад если вас это сильно заинтересует шапочка вы мне пишите я по более подробно расскажу и получилась очень замечательная шапка теплая и вот сейчас морозы у нас сейчас неделю стоит уже минус 30 с лишним и она замечательным не ходит к ней я еще связала ей варежки тоже вставлю фотографию потому что они если честно но уже заношены но ребенок она ходила всю зиму в них ходила и я хоть и стирала их но тем не менее это они уже такой вид то потеряли значит я вязала также вот из этих двух пряж и плюсом то есть я верила в одну нить уже эти пряжи и еще одну не брала вот такой пряжи тоже в улси здесь состав этой пряжи 50 процентов пух норки 10 процентов натуральный шелк 10 процентов суперфайн мерино с 30 процентов нейлон 25 граммах 175 метров в общем она тоже такого розового припыленного цвета как и вот эти пряжи и очень мне понравилось что получилось варежки получились очень пушистые мне кажется они с каждым с каждой стиркой еще пушистее становятся и немножко подваливаются когда она только их отдела первые первые дни когда носила до первых стирок они еще немного казались такими зерчатыми и продуваемыми сейчас они за счет того что уже снегу побывали были постираны много раз они немножко подвалялись и и такие стали толстенькие самобытные такие знаете как валеночки непродуваемые очень мне понравилось и что получилось и в итоге хотя поначалу я была расстроилась что они более такие дырявые мне показались были вот значит из аксессуаров еще что я связала так я немножко уберу здесь чтобы нужно было показать другую значит я еще да вот к этой шапке кота шапки я связала и ищу снуд просто взяла примерный такой вот такой же рисунок вот отсюда взяла и здесь как бы вот этот рапор просто взяла и вставила сюда по бокам платочная вязка и в одну ниточку и вязала если здесь и вязала две ниточки то здесь в одну все на осень на весну очень хорошо значит вот и еще одну шапочку на весну-осень я и связала вот такую она связана точно же из этой вот пряжи только другой цвет мне нравится вот ее мягкость вообще очень нравится и вот цвет я вам не скажу какой этот я уже не помню но если зайдете на сайт там магазинах политики вы все равно найдете не ошибетесь в общем здесь единственное что я наверное у меня немножко еще осталось этой пряжи и я хочу ушки есть связать все таки без ушек у нас еще ей четыре года и без ушек у нас как-то еще шапки постоянно поднимаются к верху половина ушей становится открытыми и мне кажется что не продувает уши значит эти шапки я себе связала вот такой вот небольшой шар именно для пальто осеннего весеннего вот и он идет с люрексом не знаю видно вам нет на видео вот из такой вот пряжи ализе ангора голл туда ушел моточек получился не сильно большой шарф я вам даже сейчас не то что метр двадцать что ли он у меня получился ну то есть не хватает обернуть два раза или что что накинуть значит здесь состав этой пряжи кто не знает 80 процентов акрил 20 процентов шерсть свет цвет 614 100 граммах 550 метров вы знаете я вам не показываю значит это это у меня связан бактус вот из этой вот а а здесь другой я вам если кого-то интересует я могу написать в комментариях то спросит какой это цвет поднять свои записи здесь немножко другой состав здесь получается где-то 15 процентов шерсти и 5 процентов вот этой вот ниточки люрексовые как он называется метанин или как я вам не скажу сейчас значит это другой цвет вот такой шарфик знаете очень тепло вроде бы ажурный рисунок но и небольшой состав процентный состав шерсти но мне очень нравится мне тепло и еще вот такой вот бактус я связала давайте я вот это все уберу значит вот такой вот бактус я связала ну может хоть платок шаль я даже не знаю как его назвать не знаю видно вам нет рисунок крючком я его связала и вот его я связала из вот этой пряжи которая вот без люрексовой ниточки идет тоже одеваю его из пальто и даже вот сейчас я под пуховик одеваю и шарф и бактус когда что мне удобнее если какой-нибудь джемпер или платье горло открыто я одеваю и мне очень тепло еще я вязала носочки у меня получилось что где-то пар 9 я связала носочков за этот год как бы я вам их не покажу потому что они все очень уже поношенные могу вот одни показать правда они вот тоже не глаженные вот это вот мужская пара носочков связала я я вижу носочки мне очень понравилось вязать носочки от мыска то есть я вижу носочки от мыска здесь пятка бумеранг и потом перехожу на резинку закрытие я делаю эластичное почему потому что я вижу люблю вязать именно резиночкой вот как стопу чтобы они на ноге смотрелись лучше чтобы не были расхлябаны даже если они больше чем надо и резинкой перехожу на меньшие спицы вяжу пагалинок резинкой и чтобы хорошо одевалась комфортно я делаю эластичное закрытие когда она растягивается по ноге совсем незаметно что вот этот вот край немножко как бы идет шире когда сложенном спокойном состоянии носок вот мне понравилось вязать здесь я использовала пряжу на кого х а также я вязала из ализе супер вошь я думаю вам это известны эти пряди мне понравилась и та и другая вязала я и более толстые носочки из пряжи нато там есть еще у них более толстый артикул тоже очень понравилось но об этом я вам позднее в следующих видео расскажу когда будут процессы потому что я еще планирую вязать много носочков вот значит теперь я хотела бы перейти к плечевым изделиям которые у меня связались за последний год первое можно сказать мое плечевое изделие пожалуйста не обращайте внимание но эти все изделия сейчас у меня убраны постираны убраны и лежат сложенном виде естественно есть заломы и они мяты перед ноской это все заново можно обработать влажно-тепловую обработку провести или отпарить и они разгладятся первое изделие я связала вот такой топ круглой кокеткой и ажурной надеюсь вам видно рисунок связала из двух видов пряжи первое вот такой вот хлопок я на вайлет не знаю как правильно читаю или нет значит здесь 50 грамм и метраж 282 метра естественно из одной такой нити я бы не смогла вязать я решила добавить еще одну ниточку и тоже фирмы yarnart бамбу здесь стопроцентный бамбук мне в принципе понравилось это пряжа и в носке и как бы я хорошо эксплуатировала летом ну конечно тот минус а которым я в принципе и знала она по тяжести начинает вытягиваться я связала по размеру себе этот топ но со временем он вытянулся и мне бы хотелось его сделать покороче то есть может быть я распущу я вязала сверху вниз я могу распустить и просто перевязать вниз ну посмотрим вот такое изделие значит и следующее изделие которое я хочу показать это вот такая вот тоже топ футболка связанная из всем известной пряжи yarnart flowers но это идет с нитью люрикса и она называется flowers moonlight значит ее состав 53 процента хлопок 43 процента полиакрил и 4 процента металлик полиэстер тысячи тысяча метров на 260 грамм вот такой еще остаток у меня остался тут получается почти весь синий голубой цвет и остался то есть я вязала сверху вниз круглой кокеткой вот так вот у меня получается на тонких спицах вязалась но в принципе из-за вот этих переходов цвета интересно было вязать и мне понравилась она в носке и в комфорте очень так как в ней большой процент хлопка очень комфортно носить очень приятно красивая такая полу нарядненькая но и на повседневку я ее спокойно одеваю очень приятная хорошая футболка получился следующее изделие которое у меня связалась за за прошедший год это был такой ажурный кардиган не знаю даже как вам его показать полностью значит он связан своеобразным вырезом цель навязанная планка у меня была связана вот сбоку у меня такой идет как бешевчик значит по рукавам идет тоже ажур здесь получается такой идет как бы жгут и между жгутами идет такой ажурный тоже узорчик кстати очень был популярен ближе к осени вот этот вот уже я связала летом его и носила хорошо значит это пряжа это пряжа я вам у меня еще осталось ее немножко как раз вот это вот все что осталось а значит это ярмар для ним ваши здесь 80 процентов хлопок 20 процентов акрил на 50 граммах 130 метров цвет вот именно этот 908 принципе очень комфортная пряжа по как стать тактильно к телу приятно она идет вот как будто бы знаете ниточка хлопковая ниточка и скорее всего набита вот акрилом цветным то есть сама ниточка белая а акрил который набивает ее какой-нибудь цвет имеет и придается вот такой какой-то джинсово потертый до эффект приятно носить особенно и в холод когда уже стало прохладнее хоть она и ажурная не было в ней не холодно и даже когда было жарковато так как это хлопок мне было тоже комфортно единственное что в этой пряжи мне не понравилось пряжа была куплена как сказать лот был один один вот одна упаковка но если вам видно на камере вот что произошло у меня значит у меня один моток получился вот такого цвета я вязала по кругу снизу вверх и вот у меня получается моток в этой пряжи один светло остальные все идут темный когда я это увидела я конечно я я не знала что делать в итоге я уже столько связав и намучившись с ним плюнула и сказала буду носить и такой на камере может быть это сильнее видно на камере может быть это сильнее видно вот этот вот переход цвета но вот еще и на рукавах получается я вязала снизу вверх у меня идет значит здесь темная дальше идет светлое более светлый моток потом снова идет темный а когда я перешла вязать рукава там опять получается где темный где светлый то есть меня если честно огорчило очень но тем не менее я стала носить и такую и такую кофту и если честно мне никто даже не сказал об этом то есть возможно это даже и незаметно совсем то кто не знает кто не вяжет в общем я ношу ее и думаю еще этот сезон этот год буду носить замечательный вот значит такое изделие следующее изделие которое я связала это вот такой вот джемпер ажурный связан он с тоже снизу вверх отдельно рукава вязала рукава вот здесь я применила другую резинку что на рукавах вот здесь вот резиночка называется патронтаж хотя ее сейчас по-разному вообще называют но я ее нашла в интернете как резинка патронтаж вот значит внизу идет она конечно это сразу оговорюсь это вот вот это вот пряжа я на джимс всем известная 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил свет 68 50 грамм 160 метров то есть этот полухлопок всем известной резинки хлопки не держит поэтому резинка здесь связано чисто декоративный имеет характер очень тоже приятно я ее ношу и зимой она согревает меня хоть это и полухлопок а не шерсть когда они совсем вот такие лютые морозы как сейчас у нас куда там до минус 15 очень спокойно даже очень хорошо мне в этой кофточке вот пряжа мне понравилось если честно и на ощупь очень приятная как бы и в носке я буду еще пользоваться вот такие еще изделия у меня были связаны я вам если что поставляю фотографии между может этими изделиями буду ставлю фотографии еще у меня было связано платье которое сейчас на мне из пряжи alize superlana classic 25 процентов шерсти 75 процентов акрил я вам ставлю фотографии вы посмотрите получилось базовая удобная вещь на этом я хочу закончить это видео если вас что-то интересует спрашивайте в комментариях если возникли какие то вопросы пожалуйста спрашивайте подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и всем пока пока